всем привет ребята вы на канале своими руками сегодня у нас такое видео будем делать утепление потолка но прежде чем потолок утеплять нужно сделать пароизоляцию ну и сейчас будем рассказывать показывать как делом это и почему потолок подшит это основа он подшиваться в принципе кто-то из досок то чё у нас вот из подложки такой материал подложка называется на нем переводится dvp dsp плиты всякие довольно таки прочный надежный но естественно в сухих помещениях роль вот этой подшивки черного она нужна для того чтобы нас держать утеплитель ну и тут короче красоты не важно можно вообще делать типа в принципе как обрешетку зазорами лишь бы утеплитель у нас не провалился ну и чтобы наш утеплитель не намокал естественно нужно нам сделать пароизоляцию пароизоляцию помещения пароизоляция именно от слова пароизоляция то есть грубо сказать это пленка простая пленка пароизоляция а в основном час идет с одной стороны гладко с другой стороны шероховатое на эту на этом мнение у меня свое как бы такое мнение скажем на только на этот ход в эта шероховатость как бы она нужна для того чтобы капельки у нас не скапливались в лужицы в ручейки чтобы никуда не бежали и там ничего не затапливали а держались как бы виде капель их равномерно по всей плоскости потом она высыхает но это насколько это работает не толком неизвестно да и как бы не то что не весна как бы проводились опыты в принципе это так относительно короче не с качеством решать глобальные проблемы поэтому некоторые натягивают простую пленку и не парятся и даже если вы где-то в процессе пароизоляцию делали и случайно перевернули другой стороной не шероховатой помещение как полагается другой стороны где-то в каком-то месте не парьтесь на эту тему ничего там глобального ничего не нарушит ничего случится но так маурлад по краю внутреннее помещение делать ник не рекомендуется его всегда нужно чуть внутрь в наружу сдвигать или по краю наружной стены или по центру как там но по краю внутренней стены маурлад не делаться для лучше потом как бы отделки он тут как бы не нужен и что мы же сделаем за счет вот этого смещения мы сейчас этот периметр будем утеплять в общем вот так сейчас идем отрезаем полоски вставляем прихватываем под пенем снизу посередине где-нибудь сверху чтобы она остался у нас зазор и про пенем снизу сверху вот таким вот макаром все когда все про пенем пост пена встанет лишнее вровень срежем уровень выпирать со стеной вот такая вот хера бора и как вот этот узел от угла вообще формируется этом в пару разных проекциях нарисую и покажу вот такая стена из пеноблоков художник от слова худо дальше на стену уложен маурлад примерно вот так вот это внутри помещения это снаружи на маурлад вложены у нас балки перекрытия короче крыша ступили с тем она вся эта пошла вот такие балки идут все это у нас пеноблок стена нарисовать понятно борода такая это дерево балки перекрытия это тоже дерево это помещение в общем что у нас получаться все рекомендуют ну и как положено когда укладываться маурлад на рубероид его нужно пропинить ну тут шов такой тонкий он плохо пропиниваться но по максимуму нужно сделать чтобы он не продувался что мы делаем и от внутренней стены смещаем его и сейчас вот вот этот шов и дело заполняем пенопластом и запениваем его все то есть вот этот узел мы пропинили пенопластом утеплили дальше потом когда будет наружная отделка делаться снаружи дома вот этот шов по максимальному тоже тут запенится и получится у нас и утепление потом сверху будет то есть утеплитель станет вот так то есть мы наружные закроем вот этот место опасное продувание внутри у нас вот этот вот закрылась вот это место все у нас как все это закрыто дальше идет утепление между вот этими балками лагами как удобней сюда вставлена доска распорка не сюда вот сюда вот вот в это место это вид сбоку между лагами если смотреть то сверху что вот так вот лаги лежат на стене на нашей то внешней стороне не видно что верху есть и стороне проложены доски поперек в распор для чего это доска у нас вставлена потом мы начинаем закладок и теплить утеплитель высота утеплителя высота балки у нас на 200 вот высота утеплитель будет вот это все место будет закладывать утеплителем между балками есть потолок в общем будет утепляться у нас получается вот эта зона она вся утепленная ну и соответственно дальше вот этот угол весь здесь с помощью нашего шва здесь марла цены стороне продувания здесь утеплитель и здесь вот досюда все утеплено все как бы у нас получатся в угол довольно таки теплый если в нашем регионе 200 250 утепления соответственно изначально делаем 200 потом посмотрим как у нас что возможно добавим еще полтинничек полтинничек будет уже в перехлёст если это закладываться между балок утеплитель то тот будет поперек сверху накладываться еще прямо мы проложим на 50 утепление конечно вот такое у нас будет утепление вот такой пирог в общем пароизоляция в начале ролика я показал утепление как и что и почему будет выглядеть схематично теперь смотрим вот у нас балки лаги потолка именно потолка потолочное утепление чердачно или как-то правильно сказать не перекрытие межэтажные не полы там чуть-чуть другое там чуть другой подход это только для потолка смотрим что дело многие делают как палки уложили потом начинают делать пароизоляцию раз вокруг балла ну схематично рисую все обворачивают тут у нас подшит черновой пол пол потолок говорю черновой потолок подшит у нас все и мембрана так это обворачивают туда потом накладывать утеплитель там послойника все утеплитель наложили все утепление все хорошо все нормально проблема в чем когда у нас пары из помещения стремятся вверх вот это черновое перекрытие для них не проблема они сквозь них все равно проходят упираются в пароизоляцию которая понизу идет ничего страшного это получается теплая теплая зона на ней не конденсируется влага ничего не делается она как в комнату идет от комнаты она нагревается вот эта зона она ну да какое-то место она теплая и когда по и сюда удаляются в принципе ничего страшного с ними не происходит они тут не конденсируется но проблема в том что когда обволакиваем лаги пары устремляются вдоль пароизоляции вдоль наших перемычек вот этих деревянных поднимаются а здесь уже получаться улица под крышей здесь уже минусовая температура это холодная крыша чердачная они когда прошли пары здесь уже минусовая температура здесь они уже выпадают в росту то есть у нас влага появляется влага появляется вот на вот этой стороне начинают появляться в общем вот в этих местах и вверх у наших лаг получаться она влажная никак не испаряется практически ну и важно то есть мы сами себе ухудшили ситуацию мы вернули наши влаги и они же начинают как бы портится поэтому как сделать правильный также лаги но пароизоляцию сделать черновая подшивка вот есть какая-либо когда как наши ситуации и мы просто поверху дела натягиваем мембрану пароизоляцию все мы сделали мембрана у нас всегда в плюсовой температуре она всегда положительная на ней не конденсируется во первых никакая влага ничего на теплых частях влага не конденсируется это уже много раз во всех роликах напоминаю влага выпадает в русу на холодных частях то есть на стекла где-то когда стекло это металлические части если не с улицы контачат промерзают вот на этом образуется влага там даже в виде кружака потом в теплых местах она во первых не конденсируется не выпадает во вторых она туда не проникает у нас палки сухие черновой потолок сухой ухипритель сухой все хорошо прекрасно как же сделать здесь момент следующий рекомендую все сделать потом вот здесь контр обрешетку каким лагом допустим к этому кусок наколотить через мембрану прямо и потом чистовое покрытие и получается здесь вентиляционный зазор тут мембрана все хорошо но в принципе как показывает практикой как бы в принципе на деле можно даже без контр обрешетки но на любителя там смотрите сами решайте сами я свое мнение высказываю этот правильный делать с контр обрешетки чтобы был вентиляционный зазор как бы но если даже без контр обрешетки у вас пароизоляция допустим этот лист гипсокартона скажем тут прикручен он прогревается теплый пароизоляция теплая вот это все место вот это все это весь узел потолок он теплый будет помещение нагреваться остывать по мере потом будет все что в теплой зоне находится она не конденсирует она пары не конденсируются просто воздухе летают грубо говоря скажем теории к практике как говорится мы же практиканты мы все учимся только сами делать так все все запенили весь периметр ждем когда пена у нас высохнет и потом срежем излишки и роскоши и ровненько подрезаем и приступаем пароизоляции вот такие полосы не взяли нарезали ширина 60-65 все пока в другом помещении также делом все здесь высыхает потом все срезаем дело ножичком аккуратно у стенки можно купить можно топором на болгаркой можно ногтями все срезаем и пароизоляцию шпыри все в общем все подрезали весь периметр беленькая зелененьким симпатично все по феншую короче сейчас делаем пароизоляцию шероховатой стороной вниз в помещении то бишь и с загибами на стены нахлёст и делом по несколько сантиметров можно метра полтора два можно до пола кому не жалко короче делом нахлёст и 7 10 сантиметров 5 7 10 и перехлёст и также порядка 10 сантиметров